Азербайджан начинает готовиться к летнему туристическому сезону 2019. Активная фаза притока туристов может начаться уже с конца апреля, если будет позволять погода. Чего ожидать в новом сезоне, сколько туристов приедут в Азербайджан, какие виды туризма получат наибольшее развитие и как подобрать бюджетный отдых в Азербайджане. На эти и другие вопросы ищем ответы в ходе передачи телеканала CBC «Экономика дня» в студии Хайл Мамедова. Здравствуйте! Ответы на поставленные вопросы помогут мне найти Эльмира Гуджаева, доцент кафедры маркетинга Азербайджанского университета туризма и менеджмента. Весал Гаджиев, член комитета по въездному туризму Ассоциации туризма Азербайджана и директор компании туристической Виктори Тур. Здравствуйте еще раз! Спасибо большое за то, что пришли и уделили нам время. Да, я правда сказала о том, что мы к лету готовимся и что уже с конца апреля активная фаза туристов. Но до начала передачи господин Гаджиев мне сказал, что активная фаза туристического потока начинается у нас уже с конца марта. Да, так и есть. С конца марта и продолжается вплоть до ноября. До конца ноября. Но об этом мы сейчас с вами подробнее поговорим. Вот очень много в последнее время в Азербайджане и во многих других странах говорят о таком понятии, как туристический бренд страны. Какой вот туристический бренд у Азербайджана? Ну давайте, господин Гаджиев, начнем с вас, учитывая, что вы в туристической сфере 15 лет, да, как вы отметили? Да, около 15 лет. Туристический бренд Азербайджана, новый туристический бренд Азербайджана был представлен в ноябре прошлого года. Был представлен? Да, со стороны туризм-бюро Азербайджана, со стороны государственного агентства был проведен саммит. Это был первый туристический саммит, который проходил в Конгресс-фолле Азербайджана. Очень масштабное мероприятие. Вот там был представлен этот новый туристический бренд, основным месседжем которого был «Take another look». То есть это название «Take another look» в принципе означает «Взгляни по-новому». Азербайджан – страна с очень богатой историей, культурой, очень разнообразная в плане своей культуры, в плане своей истории. И вот в концепции нового бренда, нового этого туристического бренда именно прослеживается вот это разнообразие. На направлениях туризма мы с вами тоже поговорим о том, какие более перспективны. И именно в эту активную фазу, когда туристов все больше и больше будет приезжать в нашу страну и уже приезжает. И впереди как раз мероприятие одно из масштабных, да, это «Формула-1». Да, «Формула-1». Эльмира Ханум, сейчас к вам вот уже более с такой экономической точки зрения. Вот мы услышали по поводу туристического бренда, да, вот такую официальную позицию практически. Но вот на ваш взгляд, все же туристический бренд Азербайджана, он какой? На сегодняшний день мы можем сказать, что действительно разнообразие, аттрактивность Азербайджана и ее природных ресурсов тоже имеет большое значение для развития туризма, для потенциала туризма. И даже если с исторической точки зрения рассмотреть многовековую историю Азербайджана, то мы видим прохождение шелкового пути. Естественно, это торговля, естественно, это также имеет свое воздействие и с учетом платежного баланса. Но мы как понимаем, что платежный баланс в сфере туризма по уставу Всемирной туристической организации, он рассматривает больше въездной туризм, нежели выездной. Поэтому мы будем все-таки располагаться с экономической точки зрения для получения для меньшей прибыли, для получения, конечно же, доходности в бюджет. И, конечно, с этого года мы также знаем, что фактически пляжный туризм, законы, которые были приняты с 2017 по 2020 год президентом Азербайджана Ильям Алиевым, все это указывает на то, что развлекательный туризм, он все же будет иметь оборот. Здесь надо указать, что туристический бренд, он будет рассматриваться с различными видами туризма. Мы знаем исторический туризм, без него мы не можем обойтись, потому что здесь два направления, это и Губастан, и скальные схематические изображения. Здесь, конечно, и Чаришаэр, который мы тоже всегда славим, потому что здесь разнообразие различных улочек, разнообразие различных ресторанов. То есть здесь идет различная кухня Азербайджана, которая прославилась уже с помощью ассоциации кулинарии Таира Миросланова. Это уже больше направление гастрономического туризма, которое все больше и больше популярность набирает в Азербайджане. И как раз у российских граждан мы входим по гастрономическому туризму в топ-пятерку. А также надо указать, что сезонность летнего туризма длится более 220 дней, как мы уже принято говорили, исходя из... Да, вот как сказала господин Гаджиев, это с конца марта до ноября. Да, конечно, включительно. Бархатный сезон, да, это все, конечно же, тоже влияет на доходность туристического сектора. И в последующем, конечно же, надо указать, что помимо того, что мы указали разнообразную кухню, мы можем разнообразную, колоритную здесь музыкальную деятельность, да, потому что Мухам, это тоже привлекает в основном сейчас уже многих туристов. Различные вот проведения, конечно же, фестивалей, жара. И это все, конечно, тоже одна из пропаганд. Показать культуру, историческое достояние Азербайджана, которое, как и всегда я отмечаю, влияет на экономическое воздействие. И, естественно, это повышает доходность государственного бюджета. Бренд мы все-таки будем делать уклон на также оздоровительный туризм, оздоровительный туризм, который... Скоро должно быть как раз это, да, масштабное мероприятие. Масштабное, да. И вот здесь Нафталан и его... Правильно. И вот здесь Нафталан и грязевые лечения, они, конечно, опять-таки возвращают ту тематику дня, которая была у нас на постсоветском пространстве. То есть это говорит о том, что мы считались именно брендовой страной с учетом лечения и оздоровления организма с помощью дуздах даже в ночевании. Все это вот эта тематика оздоровительного туризма, рекреация, она идет, конечно, в приоритет сегодняшнего дня. В дальние аллергические курорты. Да, это очень хорошо. Получается, что вот туристический бренд Азербайджана, он практически во всех направлениях. Но все же, господин Гаджиев, какие виды туризма получили наибольшее развитие в Азербайджане? Вот на какие виды туризма мы сегодня делаем акцент? Я буду говорить, исходя из своей практики. Да, и у вас есть еще туристическое агентство. Вы можете даже, исходя из статистики вашего туристического агентства... Основное развитие получил, так скажем, экскурсионный туризм. Все же экскурсия. Экскурсионный туризм и медицинский туризм, как вот коллега наша моя ответила. То есть совместить приятное с полезным. Ну, это разные виды туризма. То есть есть туристы, которые приезжают именно познакомиться со страной, с ее культурой, с ее историей. Есть туристы, которые конкретно приезжают только на лечение. И, кстати говоря, медицинский туризм, он чем выгоден? Тем, что одни и те же, так скажем, туристы, они ежегодно могут приезжать, то есть продолжать свое лечение в профилактических целях. Поэтому и период лечения длится минимум 10 дней. То есть это тоже имеет большое значение для туризма, потому что количество дней, естественно, позитивно влияет на экономическую прибыль. Что касается экскурсионного туризма, то гастрономический туризм, как было отмечено, он тоже очень популярен, как в России, так и среди других туристов, которые приезжают в Азербайджан. Они больше приезжают на экскурсии, но когда они знаходятся с нашей кухней... Их невозможно... Да, они отмечают богатство кухни, тем более если это в разных регионах. То есть у нас в каждом регионе есть свое блюдо такое... Да, и, кстати, набирает еще популярность экотуризм. Экотуризм тоже популярность набирает. Но пока что, так скажем, да, то есть маленькими ходами. Маленькими шашками, да. Да, в основном это гастрономический, экскурсионно-гастрономический и медицинский туризм. Вот сколько Азербайджан, бюджет Азербайджана, может заработать от въездного туризма? Конечно же, здесь прогнозировать мы можем на основе квартальных данных, но все же хотела бы добавить следующую тематику. Значит, если мы рассматриваем туризм как один из приоритетов повышения валового внутреннего продукта страны относительно других отраслей экономики, все же здесь мы наблюдаем определенный прогресс. То есть мы знаем, что Россия, Россия, российских туристов, которые посетили Азербайджан, это более 30%. И здесь, конечно же, надо располагаться на том, что активный туризм, он все-таки познавательный туризм, он имеет большую специфику для того, чтобы показать еще раз многим странам, что мы прекрасно понимаем, что с 2014 года, в конце года, начало 2015 года, девальвация, которая была связана с курсом валюты, мы видим, что он положительно повлиял. Да, стало все дешево. Да, и поэтому въездной туризм все-таки им наиболее выгодно приезжать в Азербайджан, нежели, конечно же, выезжать населению, азербайджанскому населению в другие страны. Поэтому с данной точки зрения, конечно, с этой точки зрения можно сказать, что въездной туризм, он имеет уже положительный оборот, тогда как уже внутренний туризм, он тоже пополняется национальным колоритом, то есть с национальным менталитетом или же с самими уже населением. Поэтому в данном случае мы прекрасно понимаем, что выезжать уже невыгодно, поэтому, исходя из статистики, исходя из, конечно же, развития, социально-экономического развития регионов, будем говорить о том, что у нас фактически каждый регион имеет свою специфику. Например, Лагычи, да, потом, да, это горная... Кстати, да, одно из таких направлений. Направлений, да, Хатналык, да, это тоже привлекает большое количество туристов. Значит, с каждым годом это увеличивается. Цифра тоже показывает, что повышение, конечно же, развития туристического сектора, оно связано с теми местностями, которые мы, конечно же, предоставляем как брендовые, да. И здесь Шики можно указать, потому что в Шики тоже мы видим, что каждый год фактически посещение туристов увеличивается. Ханство, распознание вот этой истории, всем интересно, и в том числе для нас самих, азербайджанцев. Да, что важно, что благодаря тому, что вот мы идем по... Именно по пути активного развития туризма инфраструктура улучшается. Инфраструктура, на самом деле, на постсоветском пространстве у нас в плане туристической инфраструктуры очень хорошие возможности. Благодаря вот тем гостиницам, благодаря дорогам, которые были построены. То есть в этом плане мы, на самом деле, опережаем многие страны. И мне, как владельцу туристического инфраструктуры, который в том числе посещает другие страны, как турист, на самом деле, это наглядно видно и заметно. И вот это преимущество мы очень хорошо можем использовать. Ну, здесь такой вопрос задам, хотя возник еще другой вопрос по вашему ответу. Сейчас я попрошу просто ответить, вот исходя из ответа Эльмира Ханум, вот 30% граждан России. А вот сейчас, вот в эту активную фазу нового сезона, граждан каких стран мы ждем больше всего? То есть снова в топ-5 будут Россия и Грузия? Или же есть какие-то новые направления, новые страны, откуда будет поток? Были же подписаны соглашения и с Китаем, и с Казахстаном. Сейчас, на самом деле, вы правильно отметили, что были подписаны меморандумы между государственным агентством и Министерством туризма Китая. Да. В том числе ведется активная работа в приоритетных странах, которые были выбраны, открыто представительство. И в этих странах идет активная работа по привлечению туристов в Азербайджан. Кого мы ожидаем в этом году? По моему мнению, то есть это может быть Китай, это может быть Индия и другие азиатские страны. То есть я говорю про те страны, количество туристов, из которых вырастет, может вырасти в разы. Что касается других стран, у нас и до этого были туристы с европейских стран, то есть с Германии, например, с Францией, с Италией, но не в таком большом количестве. То есть наращивание оборотов в европейских странах, оно тоже очень важно. Но если говорить про резкое увеличение количества, то это может быть связано только на данный момент, я считаю, что с Китаем, с Индией и с азиатскими странами. А что мешает для того, чтобы увеличить поток туристов, чтобы еще больше приезжало в Азербайджан? Ну, здесь, конечно же, с экономической точки зрения, опять-таки вернусь к экономике, визовый режим, дорогие, значит, билеты, авиабилеты. Здесь есть такой момент, прошу прощения за то, что перебиваю. Вот как вы считаете, глава, генеральный директор Всемирной туристической организации, он вот выразил такую надежду, что наши дети уже не будут знать, что такое виза, визовый режим. Как не знали наши предки. Да. Как вы считаете, есть ли возможность такая, действительно, вот переход к этому? Я только надеюсь, как бы, да, чем быстрее это случится, тем лучше, потому что, на самом деле, визовый режим, это одна из преград, так скажем, да, то есть... Самое главное, вы бы сказали. Вы знаете, много факторов есть, которые влияют на развитие туризма. В первую очередь, это информация о стране. То есть, турист должен иметь правдивую, правильную информацию, или вообще просто иметь информацию о стране, куда он может поехать. Второй момент, как я считаю, это безопасность. То есть, турист никогда не поет в страну, где нету безопасности. Визовый режим, это один из пунктов, который тоже влияет на выбор туристов. То есть, туристы... Визовый режим, кстати, обеспечивает в какой-то степени безопасность. для страны приезда. Для страны приезда. Там есть такая, так, палка от двух концов в какой-то степени. Но у нас в стране это решено путем облегчения в плане введения электронной визы. Очень легко получить. Туристу не нужно обращаться в посольство. То есть, находясь в любой точке мира, отправив, заполнив систему свои данные, может получить визу в течение трех дней. То есть, есть даже срочная виза, которую можно за один день получить. То есть, в принципе, процедура достаточно упрощена. И в данный момент для Азербайджана не является такой преградой. Есть страны, которые могут получить визу в аэропорту. То есть, перечень стран, которые могут получить. приехать. Вот как я говорил насчет факторов, это безопасность, это виза, это логистика, то есть, прямые авиасообщения. То есть, они тоже имеют большое значение для потока туристов. Доступность страны в плане цены, вот Эльмир Хан правильно отметил насчет девальвации, в свое время вот сильный монат, он где-то являлся преградой, то есть, потоку туристов, потому что при пересчете монатов в доллары стоимость туристического продукта была дорогой по сравнению с другими странами. Поэтому, после девальвации, то есть, эта ситуация резко изменилась, Азербайджан в плане цены туристического продукта стал более доступным. во всем есть свои плюсы. плюсы. Конечно, да. Да, Эльмира Ханомовна. Вот я здесь хотела бы статистические данные указать. Вот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мы знаем, что иностранных граждан в Азербайджан было свыше 13%, это, это, я думаю, что даже эта цифра тоже вырастет в разы. Почему? Потому что сейчас все делается для того, чтобы запланировано воздействовать на туристический сектор, а это именно система бронирования, и которая тоже облегчит, и заранее, конечно же, бронирование нам показывают неоднократно, это как раз-таки снижение цены. И за несколько месяцев бывают, если мы говорим о летнем сезоне, здесь, конечно же, мы можем заранее забронировать за 3, за 4, или за 5-6 месяцев. И даже за год. И даже за год. Поэтому это тоже один из аспектов, чтобы снизить цену на туристический продукт. Рекламирование, сфера рекламирования туристического продукта, туроператоры, я думаю, что за последние годы еще раз показали свою приоритетность, то есть это тоже один из аспектов, который продвигает туристический продукт не только на внутреннем рынке, но и на внешнем рынке. Поэтому здесь информационно-коммуникационные технологии, они тоже имеют свое воздействие. Поэтому весь мир, опять-таки, 21 век показывает нам, что как раз такие технологические процессы, они упрощают систему, как раз-таки, как коллега отметил, значит, здесь визового режима, здесь упрощает, конечно же, выбор определенного отеля, здесь, конечно же, опять-таки, надо указать, что инфраструктура, которая за последнее время показала нам еще более, значит, привлекательность нашего города, города Баку. Мы знаем, что большинство посещаемости, я думаю, так, да, и в основном это уже укажет, что здесь все-таки пока что столица. Ну, пока, да. Я вообще считаю, что Баку как можно продвигать как отдельный бренд, потому что пространу... есть тоже, да, туристический вид, бренд, В этом плане, да, то есть, это мое, как бы, личное мнение, то есть, когда мы, допустим, думаем про другие города, другие страны, в первую очередь, естественно, столица к нам приходит в голову, это, допустим, Париж, там, Рим и другие страны, которые, то есть, когда мы едем в другую страну, в первую очередь, мы хотим посетить страну, и Баку является тоже таким очень интересным городом, контрастным, который имеет большую историю, то есть, старый город, который внесен в список ЮНЕСКО, его, то есть, именно как город, можно тоже, как отдельный город, продвигать. Да, продвигать есть что. Да, конечно, здесь можно даже было бы указать, Гянджа тоже, да, с учетом того, что инфраструктура многих регионов меняется, и, как вы указали в начале передачи, тоже указывали, проложение дорог, значит, постройка новых орнаментов, зданий с определенным орнаментом, еще раз показывает, конечно же, что привлечение туристов все-таки привлекает и инфраструктура. Инфраструктура, значит, в сфере проложения дорог, в сфере, конечно же, постройка определенных отелей, и с учетом менталитета нашего народа. Это тоже, поэтому даже национальные музеи, они тоже являются определенным показом для многих туристов. музей ковров, тоже он как раз-таки набирает ход, поэтому я бы указала, что вот вторая столица Азербайджана, Янжа, она в последующем прогнозе тоже рассматривается как город. Я думаю, что с вами еще там поспорили бы наши телезрители. Что нового ждать все же туристам в Азербайджане летом, вот сейчас, то есть в этом году? Вот что нового? Одной из новых разработок наших является тур по этническим деревням, там, где живут этнические народы. Как вы знаете, в Азербайджане... что говорили о ханалыге, да? Да, это не только ханалыг, это Нич, ханалыг, губа, то есть Ивановка, то есть это разные регионы Азербайджана, где живут этнические... Я, кстати, до сих пор сама не видела, мне тоже нужно быть как-нибудь... Это очень интересный тур, на самом деле он называется Дружба народов, и вот этот новый продукт, который мы сейчас продвигаем, в контексте этого тура можно ознакомиться с жизнью людей, то есть этих этнических народов, которые проживают на территории Азербайджана, попробовать кухню, которую у них есть, то есть в плане нового продукта могу про это сказать. Дополнение могу сказать, что объявление в прошлом году, годом мультикультурализма в Азербайджане, он все-таки сыграл свою определенную роль, и мы, экономисты прогноза, знали, что как раз-таки толерантность, этнические части населения, которые проживают в Азербайджане, это еще раз показывает дружелюбие азербайджанского народа, гостеприимство, азербайджанского народа, и я думаю, что как раз-таки поток туристов это не заметить не сможет. Тружелюбие, гостеприимство, поэтому я думаю, что туристический поток, он все-таки с учетом и безопасности, как раз-таки говорит о том, что здесь имеются последующие, значит, принятые как раз-таки законодательные акты и распоряжения, которые показывают еще раз спокойную страну с ее многовековой историей и, конечно же, с гостеприимством нашего народа. И самое главное, то, что каждый может найти путешествие по своим интересам и по своему карману. Очень важный момент. Спасибо вам еще раз большое за то, что пришли и обсудили с нами эту тему. Мы продолжим встречи с вами, потому что все же активная фаза туристического потока наблюдается. Мы сегодня, напомню, говорили о приятной для каждого теме, о лете, о золотой поре для отдыха и путешествии, о том, что ожидать в новом курортном сезоне в Азербайджане. Компетентные гости по теме дня Высал Гаджиев, член комитета по въездному туризму Ассоциации Туризма Азербайджана и директор туристической компании Виктори Тур. Эльмира Гаджиева, доцент кафедры маркетинга Азербайджанского Университета Туризма и Менеджмента. Я прощаюсь с вами и с нашими телезрителями. Увидимся в эфире телеканала Си-Би-Си. До скорой встречи. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин